Дорогие коллеги, в студии диалоги о ритейле и ритейл.ру на неделе российского ритейла гости представителей компании Гламарт Амиран Абрагимов заместитель директора по развитию сети и Олег Николаев руководитель проектов по автоматизации процесса. Добрый день коллеги. Тогда буду вопросы чередовать. Расскажите как вообще сегодня живет сеть, какие планы ближайшие на грядущие пару лет. Сеть в развитии, планы, если говорить про три года ближайшие, то мы будем двигаться в двух направлениях. Мы будем укрепляться там, где мы уже есть. Понятно, мы родом с Урала, это наша отчина, сетка шла оттуда, разливалась оттуда. То есть мы будем продолжать развитие на Урале, это Пермская, Свердловская, Челябинская, Тюменская область. Мы будем продолжать развитие в тех регионах, где мы уже присутствуем. Московская область, Башкирия, Санкт-Петербург, Казахстан. Будем заходить там, где нас еще нет. Это весь Дальний Восток. Мы созрели. Достаточно большой пласт, мы думаем, наших клиентов. Это Западная Сибирь, это Кемерово. И это один из наших также приоритетов. Это Северо-Запад, то есть это Мурманск, Петрозаводск. Раз уж мы пошли в сторону Санкт-Петербурга, то будем охватывать эти направления тоже. Общее количество к концу 2019 года планируем довести до 500 магазинов. Вот на сегодняшний день у нас 146. 146 любит эту цифру в России, доверяет ей. Это про будущее. А сегодня вообще на Retail Week многие обсуждают настоящее еще и прошлое. Как пережить 2015-2016 год и до конца этого года? Давайте, наверное, я расскажу. Рынок розницы в 2015-2016 году ни для кого не секрет, он стагнировал. Это мягко говоря стагнировал, он падал. Галамарт в это время чувствовал себя очень уверенно. Мы 2015-2016 год прошли с лайк-фу лайком по товарообороту выше 20%. Причем львиная доля этого роста сформирована была именно за счет увеличения трафика на наши магазины. То есть мы можем говорить о том, что Галамарт очень удачно отпозиционировал себя на рынке розницы. И, соответственно, мы начали привлекать покупателей. Мы пошли против тренда рынка. Это важно, я считаю. Если, коли же начали говорить о цифрах, о трендах, какая модель, бизнес-модель Галамарта? Бизнес-модель Галамарта на самом деле простая и вся розница практически живет в этой модели. Но здесь есть нюансы. Ключевая история Галамарта это то, что мы наполняем наши магазины только топовыми представителями из тех товарных групп, которые востребованы в форматах магазину дома. Благодаря этому мы генерим очень большой трафик. То есть среднее количество посетителей в наших магазинах в день колеблется от порядка тысячи человек. То есть это сопоставимо с дискаунтерами продуктовыми. Надо понимать, что когда ты имеешь большой трафик, на этом можно неплохо зарабатывать, если правильно им управлять. Ну и второй, наверное, ключевой элемент во всей этой истории это то, что товар, который оказался не востребован нашим покупателям, мы достаточно агрессивно сливаем. С одной стороны это позволяет очищать магазин от неудачных товаров. С другой стороны люди в наших магазинах находят реальные честные скидки. То есть мы можем продавать товар с оценкой 80-90%. Честная скидка. Это очень сильно мотивирует людей приходить к нам постоянно. То есть если подвести такую первую итоговую черту, что для вас сейчас успех и основные параметры конкуренции? Успех для нас, наверное, сейчас, ну, во-первых, он хорошо выражается в цифрах, как я уже сказал ранее. Наш лайк-фу-лайк идет против трендов, которые показывает российский рынок. То есть мы растем, рынок падает. И этот рост мы сохраняем в 2017 году, и амбиции в 2018 году продолжать расти так же. Ну и в основе этого успеха лежат вот эти вот вещи. В наших магазинах всегда есть низкие цены. То есть низкие цены каждый день. Не только по праздникам, не только приурочено к каким-то событиям. Низкие цены в наших магазинах есть каждый день. Это важно. Вторая история. Это в наших магазинах постоянно обновляется ассортимент. При этом внутри них идет очень активная ротация ассортимента. Человек, который зашел к нам условно первого числа, если он зайдет 15-го числа, он увидит.